Приветствую вас, и вы знаете, я прочитал ваш вопрос, ваше письмо, и вы знаете, если вам не комфортно с человеком, то есть вы его не принимаете вот таким, как он есть, это говорит о том, что у вас к нему не любовь, или семьи. Любовь, это когда человека принимаешь абсолютно любовь, без изменений, без условий и так далее. У вас, Жен, получается так, что вам не комфортно с ним, потому что он тянет вас на такой уровень, на который вам не нравится. Там он делать ничего не хочет, не хочет выходить на ваш уровень. То есть у него так, либо вы на его уровне, либо вы ссоритесь. И, если честно, я думаю, что вы, просто-напросто, будучи молодыми людьми, друг к другу бодаетесь, прибираетесь, пытаетесь доказать друг другу что-то, но в итоге получается только лишь то, что вы стремлете друг другу нервы. Потому что понятно, что вы не поменяете молодого человека своего, а молодой человек не поменяет вас. Но, вообще-то говоря, знаете, если вы хотите с ним отношений, хороших отношений, если вы действительно любите этого человека, вам надо его принять. Вам надо принять его желание. Вот желание тот, кто не хочет выходить на ваш уровень. Ну, пока не хочет. То есть вы, знаете, ему сперва почувствовать, что вы его принимаете, таким, как он ест, а потом постепенно-постепенно будете внедрять свои какие-то интересы уже к нему. Ну, как? Смежно. То есть какие-то интересы его где-то отдаленно будут пересекаться с вашими. И именно так вы будете показывать ему, что его интересы не так уж смельки от ваших, и вы стараться его увлечь. Но пока он знает, что вы хотели бы, возможно, чтобы у него было высшее образование. Это его занимается живое, потому что ему кажется, что вы позиционируете себя выше него. И вследствие этого возникают проблемы. Проблема, которая и выливается вот в упрямку. И то, что вам не говорится с ним, то, что барьер какой-то, то это барьер, который вы отчасти сами себе создали. Вот, молодомычка, вы готовы принять своего молодого человека таким, как он ест? Если да, то просто примите его. Со всеми недостатками, со всеми особенностями, со всеми толкостями. Просто примите. Если не знаете принимать, это ваше право, это ваш выбор. Никто за него вас обсуждать не вправе. Если вы решили, что не будете его принимать, то тогда просто расстайтесь. Но вы не можете. Почему? Потому что у вас к нему, скорее всего, есть определенная потребность. Определенная нужна. Зависимость. Можно раскрыть, в чем это зависит. Ваша зависимость. Дальше. Вы пишите, что придете антидепрессантным. И пишите, что у вас психические проблемы. Вполне вероятно, что дело может быть еще и в этом. Нужно разобраться, какие у вас психические проблемы, почему вы пьете антидепрессанты. У вас есть диагностированная депрессия. То есть у вас есть диагноз депрессия. Если так, то тогда нужно разбираться с причинами этой депрессии. А медикаментозное лечение вы проходите, теперь остается только пройти психологическую реабилитацию. То есть найти глубинные негативные установки, которые являются основой для вашей депрессии. Прогрешить их, устранить их, чтобы вы не были в депрессии. Когда у вас не будет таких психических проблем, вы сможете для себя сами решить. Вам нужен этот молодой человек, как сумасшель, или вы пытаетесь подстроить его под себя. В любом случае ссоры и доказывания ни к чему не приведут. Вы попробуйте его принять целиком и целиком. Простите себя, почему не готовы его принимать. Ну да, вы пишите, что у вас ощущение, что у тебя не платят на свой уровень. Ну хорошо, с чем проблема? Общайтесь с ним на его уровне и общайтесь с другими на вашем. Угадивайте у человека свой уровень. Кто-то может взяться на одном уровне, кто-то может взяться на другом уровне. Зачем же равнять человека на себе? Это неправильно. Вы постепенно все равно будете тянуть человека на свой уровень, потому что вы выше. А человек не способен тянуть вас на свой уровень, потому что он ниже. И вы выше его уровня. Именно за счет чего? За счет своих знаний. За счет своих знаний. Эти знания, они от вас никуда не денутся. Ваш кругозор, который один раз расширился, он уже не судится. Это очень долгая деградация нужна, чтобы произошло существение. У вас такого не будет. Поэтому не бойтесь так, что ваш молодой человек именно будет опускать вас до своего уровня. Не надо этого бояться. На самом деле это достаточно, знаете, серьезное преувеличение. Не так это страшно, как кажется на первый взгляд. Ну серьезно, без вашего ведома, без очень длительного периода нельзя человека опустить на уровень ниже. На уровень ниже постепенно поднять можно, а на уровень ниже постепенно нельзя. Поэтому я думаю, что основная проблема кроется вот в определении того, любите ли вы его или нет, и готовы ли вы принять его, какой он есть или нет. Если не готовы принять, тогда получается, что вы его не любите, потому что вы хотите построить его по себе. А он, если не принимает вас, то хочет построить вас тоже по себе. И получается, что когда-то у вас была влюбленность, влюбленность это была, ну, довольно долгая, это была страсть, это было чувство собственного чувства. Потом это она прошла, именно влюбленность, осталась привязанность и чувство собственного чувства. И все. И именно эти чувства, именно вот эти вот оставшиеся чувства, они мешают вам определить для себя, кто, что вы друг для друга являетесь, с кем живут, друг для друга являетесь. Я думаю, что в этой ситуации вам нужно, вот, продолировать это отношение. Если вы не знаете, что вы не можете принять человека, так, какой он есть, то тогда нужно будет определить, в чем вы от него зависимы, конкретно. Избавиться от этой зависимости и прозаборить ваши психические проблемы, которые у вас есть. То есть это вот причина, по которой вы делаете антидепрессанты. И тогда, я думаю, вы будете свободны и сможете совершенно адекватно, через призму взглядов на свою жизнь и на себя, анализировать то, что происходит с вами. И вы все-таки будете понимать, чего вы хотите, как и так далее. И не мешало бы еще определить вот что. Ваш молодой человек, мужчина, он является тем, что вам нужно? Он является сосредоточением мужских качеств, которые вы уважаете, цените, которые вы любите и так далее? Или это человек, у которого есть куча недостатков и который просто, ну, связан с вами какими-то общими обстоятельствами, может быть, с которыми у вас когда-то кто-то был. То есть вот год назад. Ну, пусть там полгода назад, например. Ну, не определите, как вас сочетесь к мужчине, потому что по вашему письму получается, что это не совсем любовь. Когда с этим определитесь, уже будет проще. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительно остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.